книга открытым оком тема различные вопросы том 1 вопрос 562 в житии святого георгия описано что он поразил копьем огромного змея правда ли это существуют ли монстры на земле отвечает игнатий тихонович лапкин данное событие приписывается к чудесам георгия после его смерти совершенным им из потустороннего мира о том что были монстры змей длиной до 50 метров и толщиной более двух метров говорится неоднократно в житиях святых 13 апреля артимон умертвил змея длиной 25 метров и толщиной около 2 4 октября павел припросты более 30 метров 31 марта ипатий около 30 метров 22 ноября михаил воин трехглавый змей пожирал скот и людей 10 декабря фома ди фуркин змей опоясал церковь у осьминога у осьминога на ногах множество присосок у самых больших присоски иногда достигают величины булавочной головки самый большой зверь голубой кит финвал однажды был поврежден трансатлантический кабель на месте повреждения кабеля на глубине более километра была обнаружена часть финвала который ударился в дно влекомый кем-то со страшной силой на коже его были обнаружены присоски осьминога величиной в огромную тарелку вес кита более 180 тонн каков же тогда был этот осьминог если эти звери гиганты сегодня так называемые левиафаны книга иова 40 20 можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревку схватить за язык его книга псалмов 103 26 там плавают корабли там этот левиафан которого ты сотворил играть в нем книга пророка исаи 27 1 в тот день поразит господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего и левиафана змея изгибающегося и убьет чудовище морское конец цитаты много пишут о лохнесском чудовище и об огромных светящихся кругах в океане от каких-то животных